я тебя приветствую знаешь если честно когда ты появился вот в такой шапке у меня сразу возникает вопрос это что полковничья папаха не это такая молдавская молдавского сейчас у нас зашла в моду молдов все сейчас практически начали носить обратно эти шапки некоторые но это возвращение скажем корням это здорово объединяющий объединяющий фактор всех жителей молдавии истинных патриотов молдавии которые тем самым показывают свою принадлежность мне кажется так если это так то это так потому что есть у нас патриоты есть конечно и другие как индивидуумы но есть люди которые знают свою историю знают кто для них друзья и кто кто поработил и что было на самом деле а некоторые как был на самом деле историк из какой страны мы вышли кому мы принадлежим да но я имею ввиду что у нас было другое государство мощное большое государство создано из множества княжеств называлась румыния мы на этой стороне где мы сейчас живем мы басарабяны молдаване на самом деле если взять как как нацию это те кто в берлате и в яшах сучава вот это вот много ваня мы басарабяны но потом когда в тридцать девятом под угрозой нападение на румынию сдали нашу территорию это была большая ошибка прошла была мобилизация если взять историю румын и сделала мобилизацию но не рискнула воевать советским союзом то есть нас сдали как бы так его с того дня у нас вот эти вот несчастье знаете как с малых лет они несчастья были в рабстве нас построили здесь как много город святущая молдова построили заводы я не как мы о боксе начали политика я все-таки выскажусь у нас были здесь много заводов было много виноделий наше вино который наши сорта винограда молдавский исторический уничтожены были практически на 80 процентов и завезены были другие сорта были выгодны тот момент и как бы сейчас у нас возрождается даже возрождается благодаря эмбарго поставлен в 2006 году россии нам хотя у нас тогда было пророссийское правительство нам поставили эмбарго и заводы многие соединились сделали ассоциацию винных производителей и начали делать работать сообща и сейчас у нас идет в двадцать восемь стран мира идет импорт кроме ирашки вас и восемь стран кроме ирашки сейчас никто не хочет вернуться к тому что было потому что было очень трудно вот так давай часто бокс спасибо тебе за такое очень интересно я считаю очень интересный рассказ ты наверняка осмотрел вчерашний зум который мы провели с ярославом с анатолием жалко что общем тебя не было но давай сейчас восполнять пробелы и так джозеф паркер массе твое мнение последняя гастроль паркера ну я если не последняя тоже идет потому что как бы мы тогда переписывались в телеграме в нашем группе и как бы вы были уверены сейчас паркер что-то сделать но он ничего не из них сделал массе боксер который меньше паркера который не из хэйвейта и паркер не мог ему ничего нанести какой-то большой ущерб или урон массе не боялся паркера выдерживал его удары шел вперед и как бы бой даже паркер выиграл на 2 раунда больше не больше там на 2-3 раунда максимум то есть массе был хорош и для паркера конкуренция с массе который меньше и с таким образом выглядит с ним бою это очень большой минус это чем-то уже говорит я тогда мы говорили о том что я переживаю что паркер после боя джо джойсом не не сломал его джо джойс видимо какой-то остаток остался видимо какой-то остаток остался у него были трудные бои уже он не может восполнять уже то что у него утеряно уже то есть он не может регенерироваться для другого боя как бы так и я думаю это уже уже как бы паркера мне кажется может быть не знаю будет такой с проспектами боксировать уже так на этом зарабатывать но уже какого-то большой вершины там стопами там чемпионами нет уже все уже все мне оказывается это уже все лавацкий ракофон о этот бой об этом пока не поговорим да этот бой мне понравился дать почему потому что вы прошел про под вашу и мою диктовку вы говорили о том что ракофону нужно воспользоваться опытом воспользоваться случаем боксировать с опытным боксером я сказал что в один прекрасный момент когда он увидит что этот опыт ему ничего не даст просто прикончить его так она и вышла во втором раунде мне кажется он мог лавацкого уже удосрочить но он как бы послушал вас и думал дать еще у старика чему-нибудь научусь а потом третьему видел что нечему учиться нечему учиться и давайте я закончу как бы так как бы проспект хороший бьющить имеет комбинацию очень хороший у него один минус я вижу что он много выжидает много выжидает не торопится может быть это как для зрителя немного кажется что то нужно немножко быстрее как бы но может быть у него такая тактика может быть он этим чем-то выигрывать рассматривать я не знаю ну как бы а так к комбинаторика хорошее здоровье море там молодой не пробитый нет не иску не не страчен потому что полюбителям он не выступал он как как я коли начал очень поздно свою карьеру как бы боксерскую 20 летом 19 лет начал и как бы вообще не страчен ничем я думаю долгая карьера его ждет если все будет порядка и ну и как бы вишенка на торте лиам смит крис юбэнк я никто не мог этого ожидать серьезно вот если что лиам смит не такой простой когда там называли фаворитом юбэнка и я и ты вы пришли к единому мнению что если юбэнк не будет доминировать и не будет забивать смита смит смит его или встретит либо сработает в ответ и сработает точными точной комбинации так оно и получилось стать да но я думаю но такой нокаут я не думал потому что юбинка просто просто развалил я не знаю почему у рэфери да позволил дальше боксировать потому что как по мне он был ватный он его мог видеть что он не был адекватным чтобы ему позволяли дальше боксировать то есть сам наверное рефери был был шоке думал ну да я ему может поделать себя там за это клинчует я же все думаю что он же выиграет понимаете вот такое было ощущение потому что в другом случае остановили бы сразу не было адекватно его его лицо если посмотреть ему в глаза вот рефери бы посмотрел нормально и оценил я считаю бы не выпустил бы его дальше ну сделал бы сделал то что сделал левый апперкот сделал свое дело смит его ударил левый апперкот был очень мощный вот это комбинация которая прошла не вся была именно в цель но именно апперкот был очень мощный те если там он успевал где-то поставить что-нибудь плечо или там варежку и не шли точный но апперкот пошел очень точно и видимо потряс его очень сильно здесь уже нужно было останавливать как и говорил мы как мы как говорили помните я сказал что если он будет дурачиться включать роя джонса все закончится очень плохо смит сделал по классике он за боком он нашел как хищник на своей добыче где-то пропуская где где-то отвечая но он имел свою цель у него был план на бой он был спокойно он не психовал он не межавался он делал все папа плану как будто был какой-то план сделал он и он пошел определенный момент нокаутировал я не знаю вот мне кажется этот вот дуэт юбинга рой джонс это самое плохое дело которое было в жизни юбинга не надо такого делать не надо потому что ты не ты не он и тогда был другой вид был другим и ты измени чуть чуть более спокойно потому что интернет не очень хороший и ты захлебываешься чуть-чуть поспокойно я говорил что зачем он взял вот эту вот тактику рой джонса потому что он не рой джонс каждый человек индивидуальный с индивидуальной генетикой с индивидуальными способностями у кого-то скорость с детства очень быстро и он бегает вот он поставит два ребенка чтобы один будет шать быстрее другой медленная хотя от ни одного возраста и как бы разница у детей нету но то стал генетика складываются кости какие широкие там это самое тонкие толстые вот и все это вот все это ты не можешь быть таким же человеком как кто-то другой может быть индивидуалом мне кажется юбин который был раньше лучше чем юбин который был сейчас но результат как говорит сам за себя здесь поспорить да ну а если говорить о будущем лиам смит замахнулся на артура бетербеева не кажется ли тебе что это бред какой-то это 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 брат его этот который да да ну если он пропустила бетербеева от этого тем более упадет мне вообще-то видится если мы сейчас уже взяли эту тему мне вообще-то видится если будет отборить бетербеева смитом то то бетербеева уже будет боксер сбуать и потом уже если они выиграют их могут свести но пока что я не знаю сведут их и нет много разговора много воды но если по этой теме ладно ну давай теперь перенесемся плавно к поединку этого уикенда у нас будет к сожалению один бой если не считать шоу там ади хирма где женщины будут и на них будет интересно посмотреть но говорить о них по крайней мере на сегодняшний момент мне не очень интересно поэтому все внимание будет на десерт дамас арена глендейл аризона где боб арум представит вечер бокса в майн-ивенте которого эмануэль наваретта будет защищать титул чемпиона мира по версии wbo в первом легком весе против алиама вилсона лиан вилсон 26 лет он из австралий 11 побед 7 нокаутом один проигрыш один нокаутом который случился джои на яну в июле 2021 года двое что это за боксер хрен его знает но да 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 толик это филиппинец потом нокаутировал его не я имею ввиду что ну хотел привести к тому что он боксировал против ноунеймов как бы великих побед нету и у меня сразу возникает вопрос да там как в том мемчике зачем и на хрена вот абсолютно я посмотрел его несколько боев чувак осторожный очень работает на челноке если не уверен в себе то провел атаку и тут же отскочил не провел атаку все равно отскочил преимущество в длине рук чтобы держать там допустим ну гипотетически мануэля наварета на дистанции такого нету защиты нет очень прямоходячий прямому переносном смысле этого слова то есть уклонами не работает просто общем как бы ну идеальная жертва для мануэля наваретка больше я не могу не чувствовать я хочу переспросить за свободный титул да как я понимаю он не защищает наварет он оставляет 57 и 59 боксирует потому что этот парень бы он выше категории я так понимаю да вакантный титул уже на варет освобождает 57 и поднимается в 51 набор это мне нравится нравится тем что он нестандартный стандартный показывает что бог могут быть и такими такими другими и которым вы вообще ни в одной школе не научитесь только я это умею соперник его как вы сказали у него не было каких-то известных известных боксеров но я хочу сказать одно его ввели вот только кто-то вел осторожно потому что там у него практически все последний бои там против возрастных боксеров возрастные боксеры посмотрел там это сама такие хорошие были стрельники когда-то свое время но уже постарел чей к моменту с боя с ним то есть да какой-то угроза для него не представляю да 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 и сейчас как бы с наварет они видимо хотят это свободный пояс сделать и чтобы для навареты кстати знаете навареты крупный был 57 а здесь как бы они примерно одинаковы вот будет интересно как наварета будет чувствовать себя с боксерами которые немножко крупнее его или примерно такие как он как бы вот здесь вот в этом загадка авто что наварета выиграет у меня нет загадка потому что как вы сказали я тоже смотрел парк боев он прямоходящий вот именно хомо сапио сын именно от слова хомо сапио вот дарвин именно и так бы если бы увидел так бы его и назвал именно вот так оно и есть идет он именно никакие такие у него нету каких-то быстрых перемещений или быстрых подходов он отскакивает иногда имеет такой вот когда его не получается он может отскочить быстро вот это у него есть плюс но отскочит ли он от этих непонятных ударов навареты которые из-под жопы выходят там из из-под ухо непонятно мой мне кажется интриги такой большой не имея здесь понятно для кого бой из понятно что там для наварет этот бой и как бы такой большой интриги не несет но интересно увидеть навареты крупным парнем вот и все я думаю наварета выиграет выиграет его нокаут там возможно потому что филиппинец тот никто и никак и попал и выиграл нокаутом это бой бой был давно почему бы сейчас наварета не попасть и не уронить его даже я честно скажу я даже не буду там держать какую-то интригу бой закончится мне кажется ну первой половине либо около экваториальных раундов закончится нокаутом и для скажем так для лиама вилсона все это закончится довольно таки печально то есть чувак реально медь отходит поднимая подбородок разница в размахе рук 10 сантиметров он как раз на эти 10 сантиметров и отпрыгивает то есть он не делает глубокий заход назад там тем более что я хорошо там ты решил сработать назад your welcome ну так сделай назад право влево он отходит назад и четко стоит причем иногда он еще при опускает руки по моему для вот этих размашистых плюх даже не ударов а просто плюх хорошо разогнанных навареты это будет тот самый самый цинус это но зайдет точно по бороде и на этом все закончится мы знаем что на варете удар с апперкота или удар снизу как как вот это отсюда вот снизу вверх как бы не назвать апперкот назвать нельзя там не знаю как его назвать он как-то бьет со стороны снизу вверх вот этот удар мне кажется для него будет как он стоит при прямолинейно то что он отскакивает с бородой вверх он как бы не то что он оттягивается он именно отскакивает он именно отскакивает и в тот момент когда он уходит назад и он выключает и защиту и выключает вообще понимание где он находится ему лишь бы отскочить то есть он не сфокусирован на сопернике в момент отскока и здесь на ворот один раз увидит 2 раз увидит 3 раз попадет как бы так мне кажется тоже так бы я бы дал 90 процентов что будет нокаут я не знаю что может случиться что было все двадцать раундов или наварет такой полностью чемпион будет просто мне интересно хочу еще вас просить вам вы что думаете наварета 59 и состоит чемпион сможет ли он дальше подняться мне кажется это 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 его максимум потому что шестьдесят один как уже там будет маленький слушай 28 лет он уже скажем так довольно таки долго на профессиональном ринге и мне кажется что это его последняя гастроль здесь нужно понимать насколько будет вот легкий вес да там допустим допустим вот после всех там хейни гарсии когда они все между собой разберутся понятно что сейчас наварету подниматься легкий вес не имеет смысла но в течение если в течение года полутора там разберутся и там будет провалы потому что все пойдут 63 и 5 то почему бы и нет вот сейчас мне кажется это и воспользовались этим что пятьдесят девять час провал нету никого как бы кто может такой большой ну видишь шакур стивенсон поднялся в легкий вес вот самый там такой а это все же команда боба арома и он такую рокировочку знаешь там устраиваем то есть ничего личного кроме ничего личного только бизнес я хочу тебе задать вопросы потому что немножко оживился оживились комменты в на ютюбе и и здесь вот вопрос от сейчас я скажу сейчас да 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 сейчас я найду а от космоса он пишет как вам дебют 18-летнего мойсеса это ума есть у него шанс побить рекорд самого молодого чемпиона в тяжах ну то есть я так понимаю майка тайсона или это очередная раскрутка молодняка и до молодого тайсона ему далеко я не знаю я не смотрел его бой я не могу сказать ничего с большим уважением но не могу ничего сказать я не знаю того боксера ну он был в андеркарте 28 января этого года он на уэмбле арена он боксировал в андеркарте артура бетербиева и энтони ярда вот и скажем так очень быстрый поединок провел и если честно то когда мне задали этот вопрос то есть он победил в первом раунде марселя у которого два поединка выиграна один проигран и я хочу сказать вот по одному бою судить о будущем боксера ну это крайне крайне в общем как бы с моей стороны было слишком уж самоуверенно вот я там ничего от тайсона не увидел потому что во времена тайсона каждый боксер который выходил в ринг он представлял определенную опасность то есть это был боец который может быть технически не был настолько в общем высококвалифицирован как Мухаммед Али вот либо там Лэри Холмс но с точки зрения вот понимания что для тяжа важен удар там все было у них в порядке поэтому что будет дальше с этим боксером имя которого Моссес и Таума хрен его знает вот пока в общем ничего сказать не могу знаете как как кидаешь мясо в кастрюлю в воду и спрашиваешь а получится ли хороший суп а у тебя еще ничего нет ингредиентов так и здесь нужно поставить все ингредиенты посмотреть потом посмотрим попробуем этот суп так и с этим боксером могу сравнить как бы мы пока что он пока что поставил только мясо в холодную воду и только зажег плитку а уже дальше посмотрим я думаю что они просто зажгли комфорку а вода еще даже не закипела чтобы мясо туда бросать ну да Алис вот поэтому дорогой Космос вот отвечая на вас вопрос единственное что вам сказать а хрен его знает что из него получится но однозначно вот когда говорят там Тайсон Тайсон я никогда не считал Тайсона великим боксером для меня вот самым лучшим шпором того времени был Лэри Холмс хоть ты треснил Лэри Холмс мне кажется он смесь Тайсона как вы говорите Тайсон Тайсон и Мухаммада Али очень много у него есть 100% очень много но удар но удар сильнее он был прирожденный тяж если Мухаммед Али все таки крузер вот как ни крути но ноги были как у Али может быть не такие же быстрые но очень очень приближенно были очень приближенная такая же техника они были партнеры много он взял от Мухаммада Али мне кажется он учился всегда молодец хороший был боксер окей как ты если давай посмотрим вперед здесь спрашивают о поединке Бивол Батербиев что скажете понравился ли вам бой вот я хотел бы поговорить потому что когда он узнал что будет боксировать в один вечер с Артурой Батербиев он хотел отказаться но уже было все подписано значит давай я тебе объясню ситуацию Далакян может говорить все что угодно но он даже в каких трусах выйдет в ринг не решает вот поэтому я не смотрел поединок Далакяна у меня просто не было возможности нас расфигачили я смотрел ну хотелось бы узнать твое мнение если честно на поединке Далакяна смотреть мне вот последние бои не интересно как-то у нас один Антон Горюнов комментатор такой сказал нетривиальный стиль Артема Далакяна нетривиальный это какой-то непривычный исключительный у Далакяна все очень просто он с технической точки зрения парень подкованный он еще не истраченный у него очень хорошая реакция то есть у него чуйка очень интуиция очень хорошая и он технически очень грамотный и физически он очень крепок он функционален потому что в его ментальности он не нокаутер он стайер он идет на полную дистанцию и это все у него заточено именно под полную дистанцию поэтому у меня во первых не было возможности а во вторых ну желание смотреть его поединок ну не охота да поединок я так скажу поединок не был такой смотрительный но то что мне понравилось что ноги у него все-таки вот возраст у него все-таки уже не мальчик но ноги замечательные были в этом бою у него играл он в этом бою больше от своего джеба потом когда немножко подустал он начал сдавать раунды начал сдавать раунды но все-таки еще он в форме все-таки он еще в форме все-таки он еще умеет ну его как бы сказали бокс несмотрительный потому что у него он вот в этом бою походил на Сани Эдвардса на очень минимальном вот Сани Эдвардс на минималках то есть передвижение джеб, уходы но не было продолжения соперник его хоть он был на на том самом как объяснить хоть он был на первом месте по WBA но такой что заметил у него он прямоходящий что он просто бегал на Деллокяну просто бегал на Деллокяну ничего не и еще одно что повезло Деллокяну что не было такой большой конкуренции от этого соперника что соперник не мог бить с движения то есть ему нужно было остановиться ударить бить не мог никак поймать Деллокяна в движении тогда была какая-то проблема для Деллокяна для боксеров, которые движутся и в движении на ногах играют для них опасны только те кто могут бить в движении если соперник не может бить в движении он не может ему ничего сделать ну, один раз-два раза где-нибудь в углу его поймает это как бы делать мне кажется на 3-4 раунда больше на 3-4 раунда больше выиграл как бы достойно выиграл но не такое смотри то есть бокс для гурманов для кому-то нравится игровики и такое понимание вот особенно вот люди старшего возраста у них есть такое понимание грабит там на каутер там вот и грабит игровой бокс кому нравится этот вот то пожалуйста смотрите бой до локяна я рад что он выиграл как бы я не имею нормально нет он выиграл по чесноку желающим мы будем говорить о поединках такого вот ну топового уровня это сани эдвард либо не дай бог сергей это мартина стоит отдать проживание к за объединительных не мне тоже я вот не понимаю почему нет объединительных тем более что и как бы херн это может сделать опять же даже дал океану предложить какие-то большие деньги промоутеры все прекрасно понимают что дал океана кончается время вот бабушка отчет и до сих пор не замужем не знаю приходили хвалили пробовали но не брать вот и удал океан точно же в такой позиции что у него ну нету боев сколько мы помним когда говорили там а супер шестерки а супер серии вот этом флава ведь на легчайшем весе иди удал океана тогда еще не было эдвардса где мартинос еще не был настолько силен тогда у него на было была возможность в общем как бы объединить титул сейчас нет я думаю что его промоутеры особо и не хотят этого они будут на тихой волне держать его качестве чемпиона к сожалению они сейчас не могут организовывать бои в украине поэтому видите начинает выезжать туда куда могут воткнуться за небольшие деньги что называется ну дай бог чтобы артём никто не против еще не понравилось то что этот бой был чемпионский чемпионский бой да но он был перед предварительным карта перед ныне бентами то есть то есть между боем главными его где-то пять боев было наказать я не ошибаюсь ты должен понимать что у бенджамина шалома который был промоутер который вкладывал деньги в это у него был свой план как это все происходит менеджер то промоутер дал океана написал шалому что мы хотим войти вам в андеркард и шалом сказал вот вам место в андеркарте и все мне нравится до свидания нравится боксер тоже считаю что чемпионские титулы должны быть один за другой нельзя поставить какая разница в каком весе я никогда не старую при приоритете для меня понимать что для бенджамина шалома это ивент это бизнес рейтинг смотрибельности боев для того чтобы реклама заплатил никто не платит сейчас 100 тысяч за рекламу есть пункты один пункт допустим стоит там 300 долларов и вот если вот в этот вот поединок собрал 10 пунктов то это будет 3000 долларов а если он соберет тысячу то это будет естественно 300 тысяч поэтому поэтому никого не волнует кто такой дал океанна артем это не претензия к тебе там и не укол там промоутеру это просто боксерский бизнес кстати завтра я все-таки буду делать уже эфир у меня есть просто возможность делать поскольку starlink он хорошо работает на прием но плохо работает на отдачу вот если говорить о ютюбе поэтому все и замирает постоянно как не ужимай картинку замерзает и завтра я буду делать эфир и вот меня здесь попросили рассказать о различиях промоушенов в мм и боксе а вот насколько как делается бедным а интересная тема вот ну хорошо давай поговорим мм и бокс чем чем отличается для тебя вот промоушен мм и бокса я хочу сказать одно что всегда сейчас пошла новая тема все всегда мм и мм это было когда популярно может быть три года назад в таком большом ажиотаже боксу я не знаю сколько лет боксу наверно сам бокс не знает потому что он стареет чем карате это сто процентов карате появилась 30-е годы фунакоши гитин учился у китайских мастеров пришел японию перед императором показал эти фигуры и тогда началась карате китайская рука у японии с китаем были терки всегда выгнение пустая рука по-другому пишется и вот так вот они создали 30-е годы только 30-е годы уже были поединки по боксу это уже известно и все знают это года они уже были полном уже и в англии в америке и других странах поединок по 25 человек пустом поле ставился ринг делали скамейки заполняли общему люди стояли чтобы только посмотреть бокс есть знаменитая фотография я тоже мне кажется 20 20 годы конец или 30 начало где там ринг из канатов и там люди аж не знаю куда и как они смотрят эти знаменитые фотографии про это вот я не помню кто там боксировал в то время но мма появилась 30 лет назад первая организация это которые создали как бы сейчас его который называется йорси она раньше по-другому называл зуфа это два бизнесмена связаны кстати с мафии это самое дело кротч они были связаны с таким боссом был такой босс выдала кротча вот они были связаны с ним они держали казино в лас-вегасе и вот они создали вот этот вот стиль этот стиль который он тоже нам имел трансформации то есть вначале можно было быть и по глазам и выходить в чем угодно хоть и в ночнушке ночной хоть в трусах хоть без какой бились без перчаток потом в течение где-то пару лет где-то пяти лет мне кажется они начали уже вносить правила то есть уже нельзя было назвать это будет право уже назвали мма то есть смешное единоборство что значит что можно из любого единоборства и то есть драться и на полу и стойки и захватывать и создали вот этот вот стиль то то же самое было сделано в это время который который что-то гаранше извините перебью создали новый стиль который остался все-таки бразильским джиу-джитсу да он претерпелит разные изменения вот и в то время было интересно смотреть на борцов когда чемпионы были много борцов много бороться сейчас в наши дни интерес больше и больше денег зарабатывать ударники после того как вышел конор макгрегор да после конора макгрегор борец как из меня танцор но ударки было и такой вот был пафосный и поэтому как бы сейчас ударка больше ценится больше платят ударникам то есть но я хочу сказать одно чтобы догнать бокс по гонорарам по там самым по развитию по популярности это я не знаю сколько веков надо не то что лет веков потому что ты не можешь то что удержало такую вот дикую разные периоды дикие которые раньше бокс был и в некоторых штатах запрещен некоторые разрешен некоторых там были изменения и как бы столько претерпел и такие гонорары сейчас в боксе и такой бог сейчас на в наше время и сказать чтобы мои знаю примерно про что имеет уважаемый подписчик виду потому что многие спорят что выгоднее бокс или или мама то есть вот юрий вы можете сказать гонорары канело головкина и больших боксеров давайте приведем самые большие гонорары самых больших звезд в мма самые большие гонорары там 8 миллионов а 8 миллионов канело и не выйдет даже до ринга за 8 миллионов понимаете 40 лямов за бой да канело допустим не выйдет даже до ринга и поэтому если сравнивать финансовые точки ммада боксу как до китая пешком как бы там но он как бы имеет право и я сам смотрю мма и мне нравится но я смотрю только лиги сильную только азиатскую лигу он файн чемпионшип потому что там есть и соревнований по бокс и по кикбоксингу и по молотаю и по мма то есть это азиатская организация и у все только там где где выступает самые лучшие звезды я не трачу время свое смотреть на разные пошли очень много организации свое время только у нас чиневе здесь молдове было 3 3 организации по мма 3 сейчас осталось ни одной уже они не выжили одна была спонсирована плохотнюком нашим олигархом как только он убежал закончился мма называлась и голса мама была такая вот организация сейчас ее нет украине очень много были организации wwfc был этот вот организация в украине самая знаменитая там упали молдаване смешное все было попытка знаешь на дуть щеки на дуть щеки и при этом знаешь за 250 долларов они хотели найти блять бойца который будет умирать в ринге ну это все бред а если говорить извините перебью о бизнес моделях то и все это дана white который сделал очень хорошую вещь он построил большой большой дворец где арена где тренировочные залы где столовая где отель где всего-всего-всего с телестудия и он это все замкнул то есть нет он если ты хочешь смотреть юфси ты должен прийти к дана white заплатить дана white деньги и дана white тебе общем позволит смотреть это все потом дана white октагон зарегистрировал как торговую марку и теперь если какой-то какой-то чучелом поставят октагон и не дай бог об этом узнает дана white чувак останется без трусов вот поэтому и пошли двенадцати угольники там шестнадцати угольник круглые круглые угольники давно дальше дана white единственный в отличие от бобов аромов эдди хирнов там шаломов приветов добрый вечер украина он единственный гид который определяет все все отношения будет боец боксер не будет все мы прекрасно помним когда сильва захотел выйти в ринг ему сказали ни хрена жди окончания контракта ты уже понятно что поединки не проводишь никто тебя в общем как бы не интересен ты но ты будешь сидеть и так было с многими бойцами которые должны были проводить боксерские поединки но дана white запретил им это делать надо признать еще одну вещь дана white очень хотел войти в бокс сделать промоутерскую кампанию и он пыхтел он сначала пытался сделать это самостоятельно я сделал и все я сделаю и бокс у него ни хрена не получилось поскольку как оказалось тех денег которые он может потратить на юфси на бойцов в боксе ему явно не хватает одного может до дальше он пытался войти в коллаборацию с бобом аромом но попаром ему мягко отшил типа нахрена ты мне нужен и это вызвало у дана white приступ эти говнометание в оба арома который полаги даже не понимал кто такой это дана вальдить еще он там говорит вот поэтому разница между бизнес-моделью ммэй и боксом тем что вот ну я объясню разница как ты поступаешь в пт у и как ты поступаешь в академию высших там искусств чего-либо мы с вами у толик я вы любой подписчик может быть бойцом ммэй потому что ну там умеешь бороться не умеешь бороться умеешь бить не умеешь бить но тебе нужно одеть бандаж одеть шортики одеть полуперчатки и ты уже там одеть капу и ты уже готовый боец ммэй все ну это я утрирую естественно нужно пройти медосмотр быть здоровыми вот чтобы стать боксером недостаточно прийти в национальную атлетическую комиссию штата невада и сказать дайте мне лицензию я хочу быть боксером сначала на тебя внимательно посмотрят и назначат тебе психологическую экспертизу потому что у тебя должна быть история ты должен сначала прийти к инструкторам которые находятся в этой академии провести спарринги потому что никто тебе не будет выдавать лицензию пока не убедятся что ты умеешь боксировать а не умрешь от первого же удара и потом ведь родственники будут судиться с комиссией по поводу как выдали лицензию этому идиот он не умеет боксировать его убили поэтому все все очень как небо и земля гонорары большинства боксер бойцов в юси это две пять тысяч ну десять тысяч там может быть там миллионы получают только единицы которые подписывают рекламные контракты которые полностью продаются данного вальту и данного получают 50 процентов от всех их гонораров поэтому и от рекламных контрактов и от поединков там все вот поэтому бизнес-модель ммэй она она жива поскольку общем есть появляются звезды появляются люди приходят смотреть по большому счету не столько на нокауты и не столько на исполнительское мастерство боксера сколько на кровь на кровь на интригу когда одного бьют он весь крови но он выживает вот это два два разных два разных направления бокс это академия ммэй это пту и бюджеты пту и высшей академии искусство защиты и сладкой науки избиения они просто кардинальны очень хорошо привели там возьмите любого бойца и все самого звездного это восемь миллионов долларов и возьмем сауля альвареса либо даже того же самого геннадия головкина которого в гонорар гарантирует 15 миллионов вот а за 28 миллионов которые дозон предложил сауле альваресу когда были тяжелые времена сауль альварес подал судны чтобы еще и отсудить деньги вот поэтому и опять же текучка в ммэй гораздо больше потому что если ты там проиграл один-два поединка и у тебя нет мощной фан базы на которую ты должен работать то а тебе быстро забывают ну и в ммэй не знаю видели вы не видели видео очень много видео есть когда бойцы которые выходят в ринг укакиваются ммэть какашки выпадают ммэть на канвас ммэть бойцы убегают ммэть и это конечно же порочит звание ммэй скажем так я как великого воина кто ты тигр кто ты тигр лев да кто ты обосравшийся тигр да кто за тигр этот лев вот собственно говоря вот такие вот дела а теперь давай все-таки мой вопрос батарбиев бивол как каким ты думаешь этот поединок будет вот я смотрел вчера что говорили то ли сказал что батарбиев может выиграть это самое я не знаю мне кажется батарбиев не имеет боксерского айкю не айкю а мудрости боксерское мышление до мудрости боксерское мышление чтобы перебоксировать бивого я смотрю на его интервью мне кажется он такой далеким человеком он сильный физически вот бой с ярдом герд накачанный да но батарбиев мощный скелет его мощнее мощным он да сама как взять вот и когда мы ходим в зал там есть боксер есть бодибилдеры они весят 60 70 килограмм весим под сотню и когда становится возле него он кажется больше он кажется красивее но когда становится вплотную у тебя костяк шире его в два раза и то же самое и у бетербеева с ярдом ярд мог там накачаться не знаю как но костяк меньше бивол он более подвижный более я не знаю как может бетербеев его выиграть потому что только нокаутировать но я не думаю что убивала да что-нибудь такому случится чтобы он ему попал разве то что убивала если все заметили вы заметили другие если заметили что у него есть середины боя или после середины боя он пару раундов отдает он именно отдыхает блокируется уходит назад как бы не торопит события чтобы отдохнуть и накопить силы для последнего рывка него вот это вот есть я заметил некоторых его боях это вот и было это было даже если с ленином кастильо это было даже это ричардсом этом это было не вот это вот есть такое краундах его бетербеев не поймал биво будет боксировать на классике будет боксировать разные серии ударов наносить то что бетербеев не знаю сможет как-то противостоять то есть выдержать бетербеев сможет мне кажется биво сможет его перебить по очкам то есть по очкам потому что это во первых во вторых что бетербеев старее только авторитет его протеже который из-за из денег налогоплательщиков содержит всю эту вот контору мафиозную это сам может повлиять чтобы дали победу биво биво этого бетербееву если бой будет в россии а если бой будет в другом месте то мне кажется убиво есть очень много шансов выиграть не ну бой однозначно в России не будет потому что в общем как бы боб аром всем этим командует и безусловно что этот бой будет штатах потому что в россии никто не даст его провести как бы не хотели ну и выгоднее даже для всех чтобы выиграл биво потому что биво моложе он еще будет боксировать об этом библинести сколько бы баксов год-два а бивал дольше будет боксировать как бы так мне кажется но я как бы сомневаюсь немного на данный момент на данном этапе этом боя в ближайшем будущем допустим может быть через бой может через два но ближайшем будущем здесь нужно говорить что весной нет а вот летом вполне вероятно то есть опять же калифорния калифорния лас-вегас наплыв туристов особенно там я думаю что все выходцы из-за поребрика медь припрутся туда медь и будут медь кричать медь всякую херню медь потому что медь им будет чем чем гордиться там гордиться то больше нечем президент дебил медь на война в войсках получают блять по голове медь единственное что тут два воина выйдут с канадскими паспортами да но уехал сразу в россию к своему хозяину но вместо место батырбиева возле блять ноги блять кадырки ничего не поделаешь содержится батырбиеву поэтому все равно на гонорары на все потому что он содержится за деньги русских лохов которые платят кадырову все это вот вся эта банда ммэшников это организация сей которые получают гонорары все это за деньги налогоплательщиков люди платят живут говне и верят что великий пу скоро будет нам наполеоном а он скоро будет гаги вот и все и получается что ахмат это чай ахмат не сила ахмат чай окей тогда еще что-то добавить к нашему разговору весьма общем как бы мне кажется насыщенному продуктивному конструктивного конструктивный диалог был проведен на очень высоком международном уровне а я рад что у нас есть запросы от от ваших подписчиков да я я рад что есть что это самое я хочу чтобы больше писали комментарии больше вопросов чтобы их рассматривали в течение недели и оставляли 15 минут конце зума ответить каждый на этот вопрос его мнение будет будет хорошо ждем вопросов я опять же появилась сейчас возможность до конца февраля то есть 140 дней проведенных все 129 дней проведенных на луле меня заставили выгнать в отпуск здесь тарас шелестюк я очень благодарю тараса шелестюка он позвонил помог при приобретении автомобиля который сейчас готовится краситься в днепре так что зверь зверь пока почил смертью храбрых ему пробило осколком радиатор и блок двигателя вот сейчас там ребята нашли ниву ее надо просто вытащить он же там разбито передние 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 колеса просто отлетели вот но двигатель целый я думаю что вы скоро восстановим заведем зверя и передадим его в ссу вот нас ожидает т4 фольксваген микроавтобус обязательно общем как бы делаю сюжетом похвастаюсь приобретением и если это случится вот в ближайшее время то ближайшее время мы вернемся в бахмут в константиновку где наша база сейчас находится к сожалению это вот последний пункт на пути к бахмуту где общем можно переночевать нормально вот наши сейчас ребята звонили наши сейчас остановили русню и начинает потихонечку и отжимать зашли очень много новых сил свежих сил причем спецов зашли вот и значит ситуация будет потихонечку меняться а если еще придет и хорошее оружие которое поможет нам сделать наступление в общем действительно война вероятно ну дай бог конечно же в этом году и закончится по крайней мере такие активные боевые действия вот дай бог поэтому завтра анонсирую 2100 блин вот тут у меня сейчас я подумал здесь у нас есть графики отключения света но они работают как-то общем по-своему поэтому я знаю что вот 1800 до по крайней мере я постараюсь там 18 19 часов выйти в эфир и быть максимально общем если я 18 19 не выйду значит нету света вот но все равно в 1900 я постараюсь выйти ну и держать общем эфир настолько насколько это будет можно и мы поговорим и о войне и о боксе завтра я встречаюсь президентом федерации бокса украины кириллом шевченко тоже у нас есть там несколько моментов чтобы поговорить и о боксе и я поделюсь с вами всеми новостями ну и завтра там должен позвонить мастер который делает машину сказать когда ее забрать может уже похвалюсь за сим разрешите откланяться и еще один ответ на вопрос по поводу сейчас по поводу фотографии которая сделала меня знаменитым во всем мире по поводу вот этих вот товарищей которых которых фотография с этими мать вагнеров цемишу они одеты очень классно я вам скажу честно когда мы их увидели я просто офигел о том как они одеты то есть у меня форма у меня британка купленная в секонд-хенде за бюджет был штаны штаны стоили где-то 500 600 гривен я точно не помню и то есть на все мне обошлось в 950 гривен то есть там было 1000 мне дали 50 гривен скидки я очень радовался тому что у меня есть куртку я купил на алиэкспресс она действительно очень теплая очень легкая практически ничего не весят и ты одеваешь ее просто вот на футболку вот и в ней очень тепло по крайней мере если ты ходишь если ты там стоишь да действительно да еще и вспотел немножко взятка но когда ты ходишь когда ты двигаешься вот это тепло между телом и курткой вот этой блестящей подкладкой она тебя согревает я посмотрел на этих вот архаровцев один сидел за нарушение режима вот он был как бы на химии и он что-то там натворил не признался что он натворил вот и он сел за нарушение режима второй сил за разбой вот они были одеты вот реально у них была хорошая камуфляжная не на синтопоне а на хорошем ватине вот точнее на лебяжем пуху вот это вот такая вот легкая очень и теплая фигня и штаны были ватные то есть я когда посмотрел на алиэкспрессе она стоила порядка восьми тысяч гривен это 400 долларов то есть это очень дорого вот оружие у них с собой не было поэтому общему взять их было тепленькими руками было довольно таки несложно они были переданы особистом особисты их отправили скорее всего в обменный фонд когда вы пишете там надо было пристрелить застрелите нет ребята на сегодняшний момент все вот эти разговоры о том что застрелить там отомстить тем более что за днепр они не играют они это обменный фонд два этих пидора можно менять или на одного нашего воина может быть на двух воинов а может даже на четырех все зависит от ценности этих кадров то что они там несчастные что мы не знали куда едем мы мы все-таки иметь бедные обмять ни хрена не верю потому что опять же говорю за 400 долларов форму абы кому не дают вот моем не мы видели кучу чмобиков вагнера цов которые были одеты чуть ли не спортивные костюмы непонятно что у них было на ногах то ли калоши то ли какие-то обрезанные резиновые сапоги у некоторых они были просто разноцветные видно было что они общем как бы и разных моделей вот этом тряпки намотаны чтобы носков нету тряпки намотаны газеты намотаны вот эти были хорошо одеты поэтому когда они там начали рассказывать что самому не местные мы там лохи мы не при делах вот мы сразу позвонили садистом а садисты приехали посмотрели говорить будем с ними разговаривать дальнейшая судьба не неизвестно надеюсь и их опять же они пойдут в обменный фонд и их обменяем завтра все подробности так что в 19.00 прямой эфир в гостиной за ринг шоу общаемся на русском языке чтобы все русскоговорящие понимали что в россии скоро придет капец причем полный капец и кадыров который там кричит о патриотизме первым медь придаст матушку россию медь заставляя сделаю сделав чечню свободной аля типа свободной чтобы в общем как бы доить россии уже по полной вот ну все вроде бы как анатолий итальянович я тебя очень благодарю во первых за шапку она очень классная я тоже вот великолепный разговор за великолепные анализы которые ты сделал и за то что и поддержал встретимся в следующий понедельник посмотрим насколько быстро новарета уничтожит вилсона вот ну и посмотрим общем как бы будем обсуждать новые но новые новости но и опять же я поддерживаю анатолий ребята задавайте вопросы потому что во первых если вы много комментариев под видео но выходит в тренды ютюба то есть она появляется для всех и таким образом мы можем получить новых подписчиков а во вторых но действительно вы задаете вопросы нам интересно отвечать на них поскольку многие опять же что для таляныча что для анатолия для ярослава для ярика многие вопросы мы мы общаемся и вне эфира и многие темы для нас как бы само собой понимаем вот мы даже не считаем что они интересны вот а когда вы пишете что вам интересно то 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 мы можем вам помочь с этим разобраться таляныч обнимаю инге привет всем привет вот береги себя и до новых встреч все пока